Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли православному играть на бирже? Вопрос, может, сейчас даже становится более актуальным, чем был не то, что даже 15-20, а буквально несколько лет назад. Потому что сейчас смартфоны общедоступны, приложения на них скачиваются, различные банки просто сами предлагают, рекламируют брокерские приложения. И человек, для того, чтобы подойти к бирже, ему, собственно, никаких усилий особенной прилагать не надо. И, ну, разве что все-таки какие-то усилия надо приложить, потому что, чтобы на бирже играть, уж какие-то заработанные обычным трудом деньги все равно туда вкладывать придется. А здесь для нас определяющие слова, которые Господь говорит в самом начале истории, увы, даже не спасения, а, может, истории грехопадения человека. Адам и Ева согрешают, отступают от Бога, отказываются от покаяния, и Господь их изгоняет. И что Господь говорит? Ну, Господь говорит, что вот и земля проклятая из-за тебя. Но Он говорит там вот такие очень важные слова, которые, если воспринимать, что Бог, Он как бы такой злой, и людей не любит, они выглядят, как Господь, ой, наказание такое насылает. А если все-таки мы, люди, живущие в Новом Завете, и помнящие, что Господь за нас на кресте пострадал, понимать, что Господь нас любит и все делает, и каждое свое слово направляет, чтобы нам помочь, чтобы нам помочь прожить в этом грешном мире и наследовать Царствие Небесное и вечную жизнь, то мы глянем на эту фразу совсем иначе. Господь говорит Адаму. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Да, вечное существование, бессмертие не только души, но и тело, которое имел Адам до грехопадения, потеряно. И Господь, Он не проклинает Адама, нигде это не сказано. Господь, да, вот мироздание страдает, извержение вулканов, цунами, неурожай, это все, да, как раз по нашим грехам. А вот сам человек по-прежнему венец творения, пусть испорченный, но все равно венец творения. И Господь, изгоняя Адама, сразу ему подсказывает, как побеждать грех. Говорит, что тебе полезно трудиться в поте лица. Ты действительно смертен, твое тело смертное, и возвратиться в тот круговорот элементов таблицы Менделеева, из которого Господь взял и вдохнул бессмертную душу. И от этого никуда не деваться. И более того, как мы помним, сам Господь, Бог, воплотившись, пострадал, и тоже в огробе был положен. Но воскрес, средневен, и мы этому радуемся. Поэтому, в принципе, для нас очень важно, когда мы не просто получаем какие-то деньги, а когда мы прилагаем труд. И тут, вспомнив вот эту базу, возвращаемся к нашим уже общедоступным брокерским приложениям, к игре на бирже. Вот если, правда, подходить, игра на бирже, что я сейчас поиграюсь, как в азартную игру и что-то выиграю, ну, то есть не лотерейный билет, а вот там какое-то брокерское туда вложил, сюда там выложил, и что вот мне неожиданно свалится в богатство, то, ну, прежде всего, Господь, скорее всего, вразумит, человек ничего не понимает, ничего не выиграешь, наоборот, с этим богатством расстанешься, можно даже на это подсесть и постоянно деньги спускать. Но это, наоборот, вариант благополучный, потому что Господь поможет через, остудив гордость, скажет, так, дружище, все, проиграл все на бирже, ну, давай, трудись дальше. Куда хуже ситуация, если ты взял и там-то как-то перевел, сделал, и неожиданно тебе свезло, и деньги начали сыпаться, и это уже как раз тебе помешает. Помешает, потому что к этим деньгам ты туда труда не приложил. Однако, если все-таки относиться к бирже, как к некоторой работе, или даже там подработки, то это другое дело. Если ты берешь и не просто бездумно думаешь, ой, я сейчас так сделаю, а вот деньги будут, да, они ой, попали или ой, пропали, а все-таки ты берешь, тебе, правда, это реально интересно, потому что работа должна быть человеку интересна, тогда будет приносить пользу. Пользу не только самому человеку, который работает, но и окружающему обществу. В принципе, то, что человек берет и на бирже вкладывается в усилие какой-то компании, которая производит какой-то продукт, это, в принципе, хорошо, потому что хороший производитель получает дополнительные ресурсы для того, чтобы производить еще лучше, еще качественнее, или хотя бы чуть-чуть более качественно, чем его конкурент и тот или иной продукт. То есть это дело благое. Поэтому, если ты взял, разобрался с какими-то закономерностями, следишь, читаешь экономические сводки, то есть этому уделяешь время, и это время, однако, все-таки не отнимаешь у своих ближних, потому что я вот вспоминаю еще до эпохи брокерских приложений, до эпохи мобильного интернета, что даже вот в православных семьях было такое, что там отец не мог, кстати, ночью к ребенку маленькому плачущему, а при этом мог в тамой котировке пошли по будильнику вставать, и надо там смотреть тоже, как, ничего, как вкладывать. То есть тут главное этому не порабощаться, с одной стороны, а с другой стороны, серьезно над этим работать. Более того, тоже я знаю человека, который, правда, посвятил всю свою жизнь одному церковному проекту, который требует постоянно больших средств. То есть это не как ты храм построил, и храм стоит и забыл, а действительно, что он постоянно вынужден вкладывать, ну, просто миллионы ежемесячно, независимо, кризис, не кризис. И я знаю, что он как раз зарабатывает в сфере биржевой, в сфере брокерской, и у него это хорошо получается. И, в принципе, я вот вижу, что человек дело благое делает. Он относится к труде, к труду. Для него это не игра, для него это труд. Для него это труд, которому, правда, силы посвящаются. Поэтому, дорогие братья и сестры, нужно всегда соизмерять свои возможности, потому что гордость нас может подвести. И не страшно, если гордость нас подведет, и деньги мы потеряем, хотя, конечно, тоже близкие расстроятся, семья расстроятся, дети там останутся, бессменные обуви, еще что-то. Но куда страшнее, если все-таки мы, правда, получим лишь некоторый азарт, погоня за тем, чтобы уйти от труда. Потому что, если ты приходишь и хочешь бьешься заниматься, воспринимай это как труд. Труд, который ты тоже делаешь во славу Божию. И если какой-то он плоды приносит, то тоже он должен приносить плоды во славу Божию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok